Всем большой привет мои любимые зрители, с вами Аня и наконец-то у нас добавили детский садик, посмотрите друзья, он открылся, мы можем обновить игру и у нас откроется вот такое вот замечательное радужное здание. Большое вам спасибо за то, что написали секретики в комментариях, я их все записала, выписала по стариночке на бумажке, так что друзья, я подготовилась и сегодня покажу вам все полностью секретики, так что выпуск будет мега полезным. Запасайтесь вкусняшками, несите чаек, кофеек и усаживайтесь поудобнее, я всем желаю приятнейшего аппетита и просмотра. И посмотрите друзья, что я заметила, это еще один небольшой спойлер, то что нас ждет открытие скейт площадки, вот это да, правда крутая новость. Если мы полистаем карту, то больше никаких секретиков я не заметила, напишите пожалуйста в комментариях вы заметили какие-нибудь новые здания. Я только еще обновила игру, у меня вернулся стадион школьный, больше пока что я ничего не заметила, эта стройка так еще и идет, так что друзья, у нас появился только небольшой спойлер по поводу скейт площадки. Ну давайте приступать к обновлению, и куда мы сначала отправимся, это не в детский садик, конечно же мы отправимся в магазинчик, а именно в обувной. Зачем спросите вы, зачем же нам нужно было отправляться в обувной, когда у нас целый детский сад открылся, просто потому что мне нужна коробочка друзья и одежда. Вот такой сегодня я модненький персонаж, давайте друзья жду вашу оценочку в комментариях по поводу лука. Мы забираем коробочку и складываем одежду, не просто так, конечно же для того, чтобы экспериментировать с новой одеждой и переодевать персонажей. Передаем коробочку и вот теперь друзья, идем в детский садик. Нью-нью-нью, просто новинка, прям пахнет друзья, сквозь монитор чувствую эту новинку. Вау, боже мой, друзья, какая же прелесть, как же это мило, невероятно мило, так нежно и лампо, друзья, просто чудесно. Давайте достанем персонажика. Здесь у нас еще какая-то стройка, лягушка такая. Пустить, я хочу внутрь. Интересно, что внутри, наверное, столовка будет. Всегда столовки закрываются, что в школе они были закрыты, что здесь. Но ничего страшного, друзья, давайте поставим коробочку и будем чувствовать себя как дома на этой локации. Посмотрим ее всю, полностью изучим. И первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, с секретиком, а именно вот с этих подсолнушек. Давайте их раскроем и активируем первый секретик. Начнем, как всегда, с открытия секретика. Вот так вот они поморгали, эти подсолнушки. И посмотрите, что мы получили. Вот такую вот детскую машинку. Порни динозаврика. Она просто удивительная. Можно ее вот сюда вот припарковать. Жалко, мой персонаж сюда не влезет. Я бы так и хотела тут покататься. Но мы можем посадить малыша. И посмотрите, какой же там маленький чудесный ребеночек. Давайте откроем дверцу. О, ти божечки мой, какая прелесть. Дай я тебя возьму на ручки. Такую игрушечку выкину. И мне нравится то, что мы можем переносить ей персонажику. Ребят, это очень красиво. Мне так нравится это обновление. Ждите от меня много новых сериалов и фильмов с этой локации. Давайте посмотрим на позы. Вот так вот наша девочка засыпает. Какие еще есть действия? Здесь она показывает нам. Что-то увидела, птичка пролетела. Что такое действие, где она радуется? Еще небольшое действие, где она поправляет очки мне. Плачет, не надо плакать, крошечка. И последнее действие. Малышка пускает газики. Да, вот такое вот неловкое действие. И вообще такой ребеночек забавный. И язычок показывает. Когда мы опускаем, она садится на попочку. Ой, ребята, это просто прелесть. Не ребенок, а сказка такая чудесная. Я в полном восторге. У меня не хватает эмоций описать, как я счастлива от этого обновления. Друзья, это все, это просто мое самое любимое обновление. Я вот это уже заявляю перед самым началом этого ролика. Да вы только посмотрите на начало, сколько здесь всего уже удивительного. Мы можем посадить ребеночка на горку, кстати. Интересно, я сюда помещусь? Нет, вот все, мне хочется куда-то залезать, куда не надо. Ну, наверное, мы можем туда сесть, на стульчик. Да, вот наше место, на стульчике. Посмотрите, два новых рюкзачка. Внутри соска. Во втором рюкзачке пусто. Но первый нас все равно порадовал. Вот такая пчелка прикольная. И крючки на динозаврике. Розовая машинка из трейлера. И также игрушечный домик. Я там так хорошо устроилась. Ну, давайте дальше смотреть вещи. С игрушкой мы можем поиграть. Но хоть с чем-то я могу поиграть. Мой персонаж балдецство. Давайте передадим эту игрушку девочке маленькой. Посмотрим, какие у нее есть действия. У нее действий побольше. Что-то она здесь не понимает, что делать с машинкой. Что-то она пытается с ней поболтать. Качается так вот машинку. Еще-еще больше разглядывает. Ну, в общем, действия такие однотипные. Вот здесь вот интересное действие. Она ездит с машинкой. Ой, ребята, как же это круто. Мега классно. Бип-бип, бип-бип. Просто чудесный ребеночек. Я хочу уже создать своих персонажей маленьких. Ладно, вернем ее на горочку. Надо посадить кого-нибудь на вторую сторону. Вот эту вот девочку. Ее подружка. Ребята, смотрите. У них равновесие полностью. А здесь они раскачиваются. И вот так вот смеются забавно. Милота-то какая. Больше действий я никаких не заметила. Ну, и вот это одно действие, чего только стоит. Вот смотрите, как же это круто. Полнейшая сказка. Вот эти вот машинки были в трейлере тоже. Действия мы с ними, в принципе, посмотрели. Давайте двигаться дальше. И тут вот игра крестики-нолики. Нужно установить нолики. И выпадет секретик. Еще одна машинка. Это у нас уже жирафик. Давайте тоже припаркуем. И посадим эту девочку сюда. Пусть они теперь в машинках поиграют. Вот такие вот бибики у них. Так забавные, друзья. Как же это круто. Круто, круто, еще раз круто. Мне очень нравится домик. Мне нравится оформление, заборчик, подсолнушки. И горка просто чудесная. Я с ней скатилась даже. Я могу вечно с этой горки скатываться. Мне никогда не надоест. Честно, друзья, я залипла. Вот не знаю, есть ли секретик какой-нибудь с крестиками. О нем мне ничего, к сожалению, не написали. Но, друзья, если вы в курсе, какой есть секретик с крестиками, то напишите, пожалуйста, в комментариях. В следующем выпуске я обязательно покажу. Давайте двигаться дальше. У нас тут сидит мальчик в песочнице. У него есть уточка и пожарная машинка. Он тоже играет с этими предметами. Посмотрите, как ползает. Вот с этой машинкой, кстати, другие действия. Тоже такие прикольные и забавные. Просто вау. Или он не с машинкой вовсе играл? Нет, друзья, по-моему, он играл не с машинкой. Да, действия идут уже из-за этой песочницы. А я-то думала новые действия с машинкой. Нет, с машинкой все те же самые. Мы просто можем ее катать. Игрушку подкидываем так же, как и всегда. Тут мы можем строить замок из песка. Здесь такая улиточка, куда можно складывать игрушечки. Вот такие прикольные игрушки. Гонщик и машинка. Здесь мега прикольный батут-лягушка. И я, как всегда, прыгаю. Не улети там, девочка. Вспоминает молодость. Вот в мою молодость в Аватару Ворлд не было детского садика. И я ходила в свой дом. Давайте покажу вам следующий секретик. Нужно полить вот эти вот цветочки. Возможно, вы их сразу не заметите. Но, друзья, с помощью этой лейки мы можем активировать новый секретик. Вот таким вот образом. У нас появляется новая машинка. И мне она нравится. И еще больше. Посмотрите, какая она мега классная. Розовая, с радужной дверцей. Если я была бы маленькой, эта машинка была бы точно моей. Ой, ребята, ходите, и я создам своего персонажа в младенстве. И мы начнем какую-нибудь мини-игру с нуля. И я обязательно займу эту машинку. Будем с девчонками здесь соревноваться. Устроим гонки. Раз уж мы заговорили о цветах, давайте покажу вам еще один секретик цветочный. Теперь эти цветы нужно сорвать. И поместить вот сюда. Дальше мы возьмем красненький цветочек. Поместим в красненький кружочек. Осталось сорвать беленький. Вот он. А за желтеньким цветочком мы с вами сходим. Загрузимся в домик. Можно посадить семечком, но оно уже здесь есть. Осталось только полить. Инопланетянка здесь все еще стоит. Мы с ней обязательно познакомимся. Да, друзья, скоро выйдет новый ролик. Небольшой спойлер вам. Вас ждет крутой сериальчик. Передаем цветочек. И выходим из домика. Возвращаемся в детский садик. Давайте посадим последний цветочек. Да, ребят, посмотрите на телефон. Час 33. Вам не показалось. И я действительно сейчас снимаю выпуск. Как только вышло обновление. Потому что у меня куча эмоций. И вот здесь нам открылась дверца. С новыми мячиками. Один мячик такой модненький, синенький, со звездочками. Еще один розовый, стильный. И вот с таким вот интересным, забавным персонажем. Очень смешной. Так, где наша коробочка? Коробочка с обувью и одеждой. Она нам сейчас понадобится. Потому что я вижу воспитательницу. И мне очень нравится ее одежда. Я хочу ее переодеть. И забрать ее одежду себе. Да, друзья, примерим сейчас. Мне очень нравится ее комбинезончик. Вот такой вот модный классный комбинезончик. Кстати, можно с этой кофточкой прозрачный сочетать. И посмотрите на бантик. Ну ладно, мне этот бантик, наверное, не очень подходит. В шапочке, по-моему, лучше. Вам, как кажется, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Бантик я, конечно же, к себе заберу. К чему бы и нет. Жалко, нельзя забрать ее сережки. Вот очки у нас похожие. У меня, правда, со звездочкой. У нее без звездочки. Но тоже прикольные. И обувь у меня, в принципе, по-моему, лучше. С такими вот крендельками. У нее более стандартные кеды. И посмотрите на эту прикольную коляску, друзья. Мне так нравится это оформление со звездочками. И малыш просто чудесный. Его глазки и сердечки так завораживают. Пеленка с клубничками. А в этом был маленький брат звезда. Тоже очень круто. Давайте посмотрим крокодильчиком. Тут у нас есть ведерко, и мы можем копать. Копать, копать и еще раз копать. Делать большие замки из песка. Также мы можем копать вот здесь вот. Да, мы же можем так делать. Но почему бы и нет. Здесь же есть песок. Давай, копайся. Почему ты не копаешься? Может быть, надо на ямку навести? А, вот, по-моему, сюда можно навести. Да, ребят, мы тоже здесь можем копать. И в песочнице. Делать огромные замки. Надо будет потом что-нибудь построить. Ну, в следующем выпуске, друзья. Давайте двигаться дальше. Вот здесь вот такие ворота. Мы можем их открыть и закрыть. Главное, чтобы малыш никакой не выполз. И посмотрите на фон. Там проезжают машины, автобусы. Я вижу также жирафика. Сюда мы тоже можем что-то повесить. Такие милые пчелки. Упс. И я их лопнула. А как их обратно вернуть? Я полопала все шарики. Какой я безобразный персонаж. Пришел сюда, ворвался в детский садик. Спер одежду чужую. Еще и шарики лопнул детские. Прям хулиганка какая-то. Это что, парковка для детских колясок? Может быть, тут какой-то тоже секретик есть? Здесь мы можем также найти еще семена, чтобы посадить растения. И прикольный столик. Такой вот мухомор. Можно здесь расслабиться, поболтать и просто поспать. И обратите внимание еще раз на задний фон. Тут фонарные столбы. Мы можем их включить и выключить. А давайте переведем на вечер. Как только мы переводим на вечер, эти фонарные столбы автоматически включаются. Тоже прикольная фишка. Что-то только я не вижу в свой особняк на заднем фоне. Какие-то дома, которых нет у нас в Аватар Ворлд. Но это безумно красиво. Вернем сейчас день. И фонари выключаются. Эти предметы мы можем забирать в свои домики. Тоже берите на заметку. Всякие игрушки можете доставать. А я предлагаю зайти внутрь. Вот в эти вот ворота радужней. Давайте, друзья, посетим эту локацию. Офигеть! Как же здесь круто! Ой, я даже забыла свою коробочку. Здесь тоже есть прикольная одежда на воспитательнице. И мне нравится ее аксессуар. Вот этот аксессуар мне уже больше подходит. Давайте тогда шапочку положим. Здесь нет, правда, никаких крючков для одежды. Куда можно тогда шапочку? Извините, куда можно шапочку положить? Женщина, вы кто? А я просто видеоблогер, снимаю обзор на новую локацию. Ох, давайте. Спасибо! Мне очень нравятся ее бусы, браслет, обувь тоже прикольная. Но не будем пока что трогать ее, давайте осмотримся. Сюда, наверное, мы можем посадить малыша, чтобы он не выполз. Также я вижу всякие кубики разные. Если мы будем нажимать на этот кубик, то он меняет вот такие вот интересные значки. Клубничка, морковка, арбузик. И вы все видите сами, друзья. Это просто чудесно и потрясающе. Я пытаюсь на все нажать, просто на все, все эти игрушки взять посмотреть. Мне не терпится, друзья, все полностью здесь ощутить и прочувствовать. Это нереально крутое обновление. Повторяюсь, друзья, это огромнейший восторг. Давайте соберем следующий секретик. И еще нам нужна божья коровка. Да, вот такой вот секретик у нас опускается. Прикольное сердечко. Эти детальки мы можем снимать. И использовать их как игрушки. Но детальки нам понадобятся, да, друзья? Для другого секретика. Давайте пока что соберем кубики. Этот секретик определенный для тех, кто умеет считать до 10 хотя бы. Но я думаю, мы все умеем. Три, четыре. Ой, какой прикольный жираф. Какой же он веселый. Да посмотрите, ребят. Как же он раскачивается классно. Это реально круто, друзья. Прям хоть у воспитательницы спрашивай, где шестой кубик. Может быть тогда без шестого обойдемся и составим с теми кубиками, которые здесь есть? Тогда будет 7, 8, 9, 10. Нет, нужен шестой кубик. Ладно, друзья, пока что его оставим. Будем двигаться дальше. Я вижу здесь еще больше разных всяких игрушечек. И эти предметы тоже раскачиваются. Погремушки классные. Обратите внимание на эти детальки. Их тоже мы можем вставлять. Тут вот крючки для полотенчиков. Еще есть большая полочка. Движат полотенчиком. Всякие погремушки, игрушки, витаминки, мыло. Еще я вижу классную корзинку, в которую определенно можно забрать свой особняк. Она прикольная очень. И посмотрите на эти потрясающие игрушки, друзья. Какие же они классные. Осьминожки особенно. Салфеточки мы можем вытащить. И еще одна полочка с игрушками. Это, наверное, игрушки для купания. Вот тут мы наполняем баночку. И можем закинуть уточки, например. Акулу посадить, кораблики пустить. И купать малышей. Ой, ребят, посмотрите. Я нажала на акулу, и она пускает водичку. Честно сказать, я не знала об этом секретике. Уточка тоже пускает воду. И кит, и вообще, друзья, все игрушки активные. Но за исключением вот этих. Какая же прелесть. Я в полнейшем восторге. Также есть такая аптечка. Можно разыгрывать сценки с доктором. Посмотрите на этот кубик. Мы не зря собирали детальки. А вот и шестой кубик. Опачки, опачки. Как раз вовремя. И мы активировали еще один секретик. Вот такая вот ламповая игрушка. Посмотрите. Ребята. Это реально круто. Очень красивая. Она потрясающая. Можно отнести к малышам. Они здесь спят. Нет, вот этот малыш не спит. Такая кровать большая. Жалко, эти кроватки нельзя забрать. Так и хочется их отсюда вытащить. Опачки. Вот этот барашек был в трейлере. Его попка торчала. А это все-таки подушечки. Или все-таки не подушки, а какие-то у нас спальники. Я даже не знаю, друзья. Нет, мы можем сюда положить малыша. И он имеет такие же анимации, как и в кроватке. Мне нравится вот этот воспитатель со сказкой. А мы можем полистать ее? Нет, тут только одна страничка. С пчелкой. У него тоже прикольная одежда. Особенно курточка. С полочки можно достать новые сказки. Вот эта сказка мне нравится. Давайте откроем с луной. Вау, какая прелесть. Какая вам сказка больше всего понравилась? Про медвежонка и звезды? Про пчелку и цветочек? Или вот это вот, про звездочку? И какого-то персонажика на облачке? Мне больше, наверное, вот это вот. С мишкой и радугой со звездочкой. Какое огорчение. Я не могу забрать кресло-качалку. Хочу унести тоже в особняк. Оно просто нереально крутое. Смотрите, как он там кайфует, воспитатель. Я тоже хочу на нем покататься. Дайте я себя туда посажу. Ну ладно, чуть попозже. Давайте пока что секретик собирать. Вот это вот, наверное, и сердечко сюда. Да, определенно оно сюда вписывается. Для радуги нам нужна еще вот такая рыженькая деталька. И таким образом получаем сундучок с монетками. Если мы на него нажмем, то выпадают монетки. Бесконечное количество монеток. Всегда хотелось иметь такой сундучок. Клад. Это идеально, ребят. Надеюсь, он не такой игрушечный, как все здесь. А настоящие монетки. Вот этот месяц тоже из тизера. И его мы можем передавать персонажу. Не знаю, правда, что это. Персонаж просто берет его в руку и... Как бы... И все, да. Эти действия у нас возле кроватки, если что. Не с месяцем. То есть это даже не игрушка. Но мы не можем подкинуть, как вот эту вот игрушку. Получается, просто персонаж держит месяц. А, нет! Вот же это деталь! Я так и знала, то что звездочки надо будет собирать. Правда, ребят. Моя догадка все-таки была верной. Я нашла еще больше сказок. С барашком такая прикольная. Кстати, термометр. Давайте поменяем температуру. Да, я меняю режим. И градусник тоже меняется. Это было ожидаемо, друзья. И вполне логично. Мы вернулись к началу. Нам нужно собрать здесь еще что-то. С этими элементами мы должны собрать булочку. Вернее, бургер. Здесь он пока что неправильно собран. Но сейчас покажу вам правильную последовательность. Сначала кладем булочку. Потом котлетку. Далее идет сыр. Потом помидорка. Листик салата. И накрываемся булочкой. Получаем еще одну такую подвеску. Погремушечки. И предлагаю затестить ванночку. Давайте покупаем какого-нибудь малыша. Вот этот малыш у нас будет купаться. Но что-то здесь ванночка какая-то не наполненная. Ага, вот все, мы ее наполнили. Так, а где воспитатель? Почему он не следит за ней? В очки потеряли. Все, положить мою шапку уже. Давай тебя искупаем, малыш. Ты что делаешь? Воспитательница. Тебя вообще кто нанял сюда? Почему ты с воздухом играешь? Ребят, посмотрите, какая-то странная воспитательница играет с воздухом, а не с малышом. Вот действие с ванночкой. Малыш играет с удочкой. И собственно, если мы положим малыша, тут уже более логичны эти действия. Не то, что с воздухом. Можно также порисовать на этой доске. Только мне не нравится то, что все это не отрывается. И мы рисуем вот так вот сразу. Как только наводим фломастеры. Определенный минус. Надеюсь, когда-нибудь что-то придумают. Ребят, я нашла последнюю звездочку. Она висела. И активируем еще один секретик. Офигеть, какая же красота. Мы получили еще одни игрушки. Это ночник. Просто чудесно. Я обязательно его заберу в особняк. Я сразу вот то, что мне нравится, перетаскиваю к себе в домик. И вот эти два ночника, они просто удивительные. Волшебные. И я вижу последнюю детальку, друзья. Давайте ее воткнем в этот кубик. И тадам. И еще одна погремушечка. С такими вот подвесочками. Прелесть, друзья. Я в восторге. В полнейшем восторге. Но вы сами все слышите и видите. Вот таким был мой первый выпуск по обновлению, друзья. Что вы думаете по поводу этой локации? Я открыто могу сказать то, что она стала одной из моих самых любимых и самых лучших. И если вы знаете больше секретиков, то дайте знать о них в комментариях. Я в конце выпуска еще заметила одну сказку. И хочу ее тоже открыть. Какая же она классная. Про тружбу зебры и львенка. Просто милота. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива. И много вкусной пиццы. Совсем скоро увидимся и продолжим изучать локацию. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok